В рамках национального проекта образования обновляется материально-техническая база школ, где учатся дети с ограниченными возможностями. Совсем скоро за это новое фортепиано сядут ученики Чебоксарской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер один. Доступная среда постепенно расширяет свои границы. Пять школ, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, получили оборудование для кабинетов технологии. Именно в них ребята с ограничениями по здоровью учатся элементарным жизненным навыкам. Скоро здесь появятся мастерские – швейная, гончарная, столярная и слесарная. Это очень важный проект для наших детей, потому что многие дети, участвуя в конкурсах профессионального мастерства, как, например, Обилимпикс – чемпионат для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, это для них старт в новую жизнь, в профессиональную жизнь. Показывая там хорошие результаты, наши дети начинают чувствовать себя увереннее, они лучше адаптируются в современном обществе. Здесь обучаются более 300 детей. Каждому из них важно получить профессиональную ориентацию, понять, чем они смогут заниматься в этой жизни, и кормить себя. В этой ситуации, когда мы уделяем трудовому воспитанию и интересу к трудовой деятельности, очень большое значение, чтобы в дальнейшем дети, потому что много детей с ментальными нарушениями, могли быть самостоятельными, самодостаточными людьми. Это, я думаю, цель любых родителей. И спасибо администрации, которая нам помогает. Помимо оборудования для кабинетов технологии, школа получила новые музыкальные инструменты. Цифровое фортепиано, музыкальные гармошки, из ударных появились барабаны, деревянные ложки и колокольчики. Современные уроки, они проходят тоже многограммно, как бы можно сказать. Потому что именно с этими детьми мы на уроках занимаемся всем. И пением, и танцами, и играми на всяких инструментах. И поэтому очень большое значение имеет то, что мы сейчас имеем. С помощью финансирования из Москвы до 2024 года будет обновлена материальная база в 11 школах республики для детей с ограниченными возможностями. Анастасия Миловидова, Игорь Зверев, Республика.